Вы не можете выключить эту шарманку? Всё, сейчас выключаю. Благословен Господь. Ух! Ну что, бесовская полчища сгинула? В смысле? Да, вы только не ругайтесь, потому что мы пришли проповедники со Словом Божьим. В это место разврата, в этот Содом и Гоморру, чтобы сказать, что за это осуждать, чтобы поверили в Христа распятого воскресшего. Вы знаете, в Виктору, всё и поверить. Ну да, только не ругайтесь. Ни одного слова, чтобы не было плохого. Конечно, нет. Я здесь не для того, чтобы ругаться. Ну, молодец. Если у вас есть духовные вопросы, вы можете задать. А вы-то мне можете духовные вопросы задать? Да, я вам всё буду задавать, когда я знаю ответы. У меня на сайте, в сайте, во свете Библии, я студентам отвечаю на 4124 вопроса. Что говорит Библия? Что святые отцы говорят? Что каноны? И что жития святых? И мировое искусство? Ну что ж, Господь пришёл не ради праведных, а ради грешных. Ну я-то грешный. Ну надо покаяться и не творить грех. Сходить в Храм Божий к священникам православным на исповедь. Я в Храм Божий хожу иногда, примерно иногда. Ну вот и всё, грешник. Надо жить правильно. Как Господь сказал, будьте святы, как я свят. Ну а что вы-то мне можете сказать? Я вам могу сказать следующее. Не слушай вот эту дурную музыку. Она разбивает мозги. Это вредно. А какую музыку мне слушать? Если вы зайдёте на наш Ютуб, то вы слушать тут уже не будете. Ну вот, подождите. А Константина Кинчева у меня можно слушать? Вы слушайте, если будете хорошие. Слушайте Себастьяна Баха. «Страсти Христова». Тут много хороших есть музыкальных инструментов, которые исполняют это. Вы знаете, я вот слушал всякое. Но вот перед Христом, как говорится, не грешу. Ну а этот человек обманывает себя. Кто говорит, что не грешит, он лжец, в Писании говорит. Мы все согрешили. И ради нас Христос пришёл на землю и умер. На Голгопе распятый был за наши грехи, чтобы мы веровали в Него, жили для Него, были благодатью Духа Святого. Спасибо вам большое за вашу проповедь. Слава Христову! Вы заходите на наш ресурс «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Четыре слова. А по скайпу просто Игнатий Лапкин. И по скайпу мы поговорим, я вам скину все наши ресурсы. Да нет, мы же уже говорим. В принципе, мы же уже говорим. Ну, говорить-то долго не будешь. Время не хватит. А вы сами выберите, что надо. У нас на нашем Ютуб-канале 16800 роликов. И вы, если зайдёте, то вы себя через неделю увидите, как мы с вами разговаривали. А зачем? Зачем меня выкладывать, такого простого человека? Вот, показать, что даже в чат-рулетке встречаются люди нераздетые, которые не сквернословят и не курят. Я, извините, не сквернословил и ручки вот показываю, не дрочусь. Вот, людям будет приятно это, что в чат-рулетке приходят люди, которые не ищут блуда, а просто родные любопытства. Я не лужу на человека, я не ищу блуда. Я просто выпивши. Да я вижу, что с глубокого будуна. Вы уж меня простите. Да не надо пить, пьяницы царствия Божия не наследуют. Как вас звать-то? Меня зовут Леонид Лёнька. Леонид. А я вот, я сказал, Игнатий Лапкин. А что такое Леонид? Как переводится на русский язык Леонид? Леон, Лев. Ну да, это тоже Лев, одно и то же слово, правильно. Вот и будьте как Лев праведный, а не как Лев прыкающий поглотить человека. Сатана. Лев из колена Иудина Христос. Так мне с вами приятно общаться, правда. А вас-то как зовут? Меня зовут Игнатий Тихонович Лапкин. Город Барнаул. Алтайский край. Игнатий Тихонович, Игнатий Тихонович, вы меня уж простите, пожалуйста, что я так уже говорил про вас. И как вас, в принципе, вообще вот это все преподношу. Но Игнатий Тихонович, вот такая вот, к сожалению, сложилась у меня жизнь. Что и вот, хотелось бы, хотелось бы. Вот я стою сторожа в работу, а в это время один подошел парень, курит, и в руках бутылка водки. Я ему стал говорить, и Господь коснулся его сердца. Он папиросы порвал, а бутылку, как ударил опасных, в дребезги разбил. Сразу обратилась душа. Вы знаете, Игнатий Тихонович, я вам даже больше скажу. Вот у меня, когда вот я общаюсь с людьми, иногда с некоторыми, а иногда попадаются такие молоденькие мальчики. Вот. Я им говорю, ребята, куда вы прете? Куда же вы прете? Вы на меня, что ли, прете? И они начинают бить друг друга. Понимаете? Да. Вот, я им говорю, но не бейте друг друга. Вы просто поймите, что я рассказал. В принципе, зачем вам ссориться с кем-то друг с другом, правильно? Я сейчас только видел тьма, мелькают огни, и они матерятся, матерятся все. Посылают, куда он не глядит, что перед ним пожилой, ему разницы нет. Он отжил уже. Скверно, слов ни один в раю не будет. Он будет с дьяволом в вечном устье с обгене огненной, где червь не умирает, а огонь не угасает. А я, вы знаете, Игнатий Тихонович, не матерюсь при нормальных людях. Ну, знаете, при нормальных не материшься, а при ненормальных материшься. Род все равно будет как параша тюремная. От избытка сердца, говорят, уста. Что в сердце есть, то язык как лопата выбрасывает. Ну, то, что вы знаете, вот тоже как-то да. Что человек сеет, то и пожнет. Если скверные слова, выборочно зло не бывает. Я вот зашел в библиотеки, краевая библиотека в Барнауле, а мне нужно проникнуть к ним в архивы. Там я составляю кинофильм такой, ну, записываю. И нужно достать речи Ленина, Сталина, там, Жукова и их так. Ну, одна говорит, я говорю, все матерятся? Она говорит, а у меня муж Георгий не матерится. А он заходит. Я говорю, а сколько живете? Ну, у нас девочке 15 лет, вот уже мы 16 лет живем. Я говорю, он матерится? Нет. А она спрашивает, Гоша, а ты материшься? Он говорит, нет. Я говорю, можно я вас спрошу? Скажите, вы на даче строили что-то, забивали? Да, было, промазали, по пальцу ударили, да. И что? Да заругался. Она, Гоша, я говорю, вот, пожалуйста, это первое. Теперь с товарищем она стоит, слушает похабные анекдоты и сам рассказывает. Было такое? Он говорит, да, она, Гоша, вот так. Я говорю, вы сколько, 16 лет жили, а 16 минут. И я о нем узнал больше, чем вы. А вы знаете, Игнатий Тихонович, вот вы как относитесь к сталинской власти или после того, как царя убили? Ну, как? Господь допустил за грехи людей. Чтобы изверги пришли. Но всякая власть от Бога бывает от Бога и попущена Богом. Это попущение Божие. А царь, он и канонизирован. Он с семейством своим... Вы знаете, нет, Игнатий Тихонович, хотите я вам расскажу, что мне сейчас только что пытались стереть? Они мне пытались сказать, что, ну, как бы, царская власть это не от Бога, и вообще Вторую мировую войну выиграли американцы. Вы знаете, я с этим, ну, немножко не смог согласиться. Да я не об этом, это не надо. 28 миллионов, а не полтора миллиона, как американцы там. Русские положили. И уж грешно в этом, что, признаться, конечно, я немножко поматерился на человека. Не надо, не надо, не надо ему сказать. Знаете, человек, который знает истину, он не спорит, он возвещает истину. А спорит... Так, если у вас вопросов нет, мы расстанемся. Игнатий Тихонович, пожалуйста, не держитесь злами. Вы запомните, вот говорите, Игнатий Лапкин, зайдите по скайпу, и я скину вам все. Я один с этой фамилией там, именем. Ну, хорошо. Вы, как говорится, заходите с своего, там, а я с своего. Все, хорошего, с Богом. Больше не пейте. Пьяницы царствия Божия не наследуют. Вы погубите себя. Зачем вы разрушаете храм Божий, тело наше? А нужен ли Бог? Вот это да. Без Бога, говорят, не до порога. Евангелие Атьяна... А нужен ли нам Бог? Без Бога не до порога. 15.5 Евангелие Атьяна. Христос говорит, без меня не можете делать ничего. Вы знаете, Игнатий Тихонович, вот, хотите я вам сказать свою точку зрения? Так, давайте, вы сейчас не можете разговаривать, все. До свидания, пока. Нет, почему? Вы зайдите по скайпу, Игнатий Лапкин, там поговорим. Я ухожу уже, брату надо на работу. Все, с Богом. Хорошие, правильно, будьте хорошими. Верьте в Бога, и Господь поможет. Христос умер за нас. И воскрес. Вы это знаете? Да. В церковь ходите? Нет. А почему? Потому что не надо навязывать. В церкви сходить надо на исповедь к священнику. Покаяться. Посты соблюдать. Считать Слово Божие. Потому что после смерти будет суд Божий. И написано, верующий в Сына Божия Христа иметь жизнь вечную. А неверующий не увидит жизнь, но гнев Божий пребывает на нем. Иисус умер за вас, за всех, за нас. Чтобы простить грехи, а мыть кровью своею. Вы, если желаете больше узнать, по скайпу зарядите. Игнатий Лапкин, это я. И вы зайдете, я вам скину наши ресурсы. Зайдите на наш ютуб. Называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». У нас очень большой ресурс. 16 800 роликов. 42 тысячи подписчиков и 42 миллиона просмотров. Зачем вы снимаете? Чем или зачем? Ну зачем снимаете? Зачем, чтобы люди знали. Мы не зря здесь трудимся. Сколько людей, которые перестали сюда нести душу свою. Половина мужиков голые валяются. Женщины показывают блуд. Трясут сиськами своими открыто. Разве можно это делать? Вот мы и пришли сюда, чтобы сказать им, что за все это будет суд Божий. И грешники пойдут в ад, в огонь вечный, с сатаной мучатся. Вы только не уходите быстро. Я могу вам ответить на ваши вопросы, если желаете. Мы не верим. У вас есть вопросы? Не торопитесь. Даже нечего спросить. Мы не во что не верим. Ну как же. Вас не интересует будущее страны, будущее мира? Своё будущее? Что за гробом будет? Как правильно жить? Вот, если зайдёте на наш сайт, я там студентам отмечаю на 4124 вопроса. Что говорит Библия, святые отцы, каноны церкви, жития святых? На каждый вопрос. И что говорит мировое искусство и мировые деятели? На каждый вопрос. Вот зайдите на наши ресурсы. Таких нету больше в интернете. Хорошо. А вы откуда? Город ниоткуда. Из кухни зашёл сюда сейчас. Город какой-то. Вы хотите спросить, где нахожусь? Да. Город Барнаул, Алтайский край. Игнатий Тихонович Лапкин. Понятно. Понятно. А сколько мне лет, думаете? 70. 81. А вот. А у меня позади жизнь не за печкой. Я первую в стране издал архипелаг ГУЛАГ. Насчитал 50 книг аудио, за что меня и посадили. У меня 5 тюрем за плечами, лагерь. Я разговариваю с заключёнными, помогаю им встать на правильный путь. Я реабилитирован. Советская власть кончилась. Нас всех выпустили, политзаключённых. Ой, там у вас котёнок. Вот, вы если зайдёте на наши ресурсы, вы это там всё увидите, как я арестованный иду. Как преподаю в университетах, как тренерные программы идут, как миссионерская поездка была от Барнаула до Владивостока, а потом до Лиссабона. Турция, Прибалтика и Скандинавия прошли. Я везде дарил 38 томов моих книг. Подарок сделали на 35 миллионов. У нас все работают. Понятно. Вы к врачам обращались уже? Зачем? Что, болит что-то? Ну да. Таблетки глотали? Да. А я за 80 лет ни одной таблетки не съел. Я вот к чему говорю. А почему? У нас не курят, не пьют. Мы всё время работаем. Вот сейчас у нас 7 часов. А мы встаем всегда в 4.40. Утренняя молитва. Да. Вот я начальник детского лагеря был 45 лет. Бесплатно. И особый лагерь. В 5 утра в подъём. Вы всё у нас уйдёте. Найдёте. Вот если в скайп зайдёте, Игнатий Лапкин, запомните. И сразу на меня выйдите. И я вам скину наши ресурсы. Сайт, форум, мой мир, фейсбук, твиттер. У нас везде идёт работа. Мы миссионеры. И всё делаем бесплатно. 18 лет вот только в одном университете, а я в 5 вел занятий. Бесплатно. Я ни рубля не получаю. 18 лет в тюрьме сотрудничаю, помогаю заключённым. Неплохие слова не говори. А то стыдно будет завтра. Когда сам себя... Чё делать сейчас? Проповедуем о Христе, что Христос умер за наши грехи по Писанию. И грядёт судить этот мир. Спай, давай, спай. Смотри. Вот у нас Святая Библия. О, я знаю я. А у вас что за книга какая? Наверное, это? О, знаешь, братан, знаешь. Вот что написано, считай. Видишь как? Полезно много знать хорошего. А плохого не надо знать. Извини ты, братан, извини ты. Так, во славу Божию. Веди себя достойно. Потому что завтра ты увидишь себя в интернете, как мы с вами разговаривали. Чтобы вам не было стыдно. Давай спай, брат. Давай. До свидания. У нас утро уже, утро. Мы уже давно проснулись. Мы в Барнауле живем, в Алтайский край. Вы зарядите в гугл или в ютубе Игнатий Лапкин, во Святой Библии. И вы зайдёте на наши ресурсы. Спать, спокойной ночи. Спокойной ночи. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok